В очередной раз проиграл суд житель Муйкудука, у которого 9 лет назад угнали машину. Но еще 4 года после этого ему выставляли счета по налогам. Мужчина считает, что платить ему не за что, однако из его пенсии, помимо его воли, забирают деньги. Людмила Батюшкина продолжит. Незаконное высчитание с нарушением закона, с использованием служебного положения и введением в заблуждение налогоплательщика в моем лице и откровенной оборонью за это я прошу еще моральное ущерб. Вячеслав Шипицын возмущен. По его словам, начиная с 2010 года, он каждый год по нескольку раз приходил в налоговую и в полицию. И все его уверяли, что налоги ему начисляться не будут. Тем не менее, налоговые службы, не сообщив ему, подавали иски в суд и взыскивали с него налоги на уже несуществующую машину. В 2018 году вступил в силу новый кодекс, по которому с момента угона налоги не взимаются. Но раньше закон был другим. Начисления останавливались только с момента снятия машины с учета в полиции. Основанием для снятия с учета является это заявление самого владельца и документа, выданного органами внутренних дел о том, что автомобиль находится в розыске. Однако в ходе судебного заседания было установлено, что с письменным заявлением вы не обращались на тот период, когда было возбуждено уголовное дело и когда был объявлен в розыск ваш автотранспорт. Вы обратились к данному заявлению только в 2014 году. Налоговый орган вам начислил только задолженность, дал снятия с учета за период владельца. Мы с вещем, основания для удовлетворения требований суда не имеются. На что я должен платить налог? Машины нету, ничего нету, и я должен ничего платить налогу. Я же документы предоставил, что машина украдена, налоговый предоставлял. Вам начисляется налог только до того периода, как вы обратились. Дело не в том, я же в 2010 году показывал все документы. Судебный седание является такой. В иске Вячеславу Шипицыну отказали, однако он намерен обжаловать это решение и идти до победного конца.